Трубы есть, воды нет. Уже почти месяц, как жители пяти сел Маграмкенского района пребывают в надежде, что злополучный водовод, на котором произошла авария в начале декабря, наконец починят. Пока ремонтные бригады устраняют одну протечку, на другом участке труба снова дает течь. Жители села Гильяр вышли на стихийный митинг и требуют от властей реакции. Проблему с выездом на место изучил Карим Данеев. Ему слово. Трубу вроде заменили, течку вроде как тоже устранили, но жители селений Гильяр Маграмкенского района недолго радовались воде в кранах. Спустя пару дней после широко анонсированного местными властями ремонта водовода Джипель-Гобцах труба снова дала течь. Сразу в нескольких местах. После каждого запуска воды, после ремонта, на следующее утро прорывает. Вот новая труба, новый участок. И это пятый раз уже прорывает за последний месяц. Как закончат, пустят воду, утром нет воды. Вот такая картина. Поэтому мы здесь 15 тысяч человек района остались без воды. Аварийные бригады просто не успевают реагировать на все случаи. Пока чинят одно, ломается другое. И так почти месяц. Терпение местных жителей на исходе. В садик дети ходят, родители с баклажкой воды, чтобы их дети руки мыли. Это все, это дела. Почему даже садик туда воду не привозят? Говорили, что здесь к нам в село привозят воду, воду раздают людям. Нету такого ничего. Вот здесь народ есть. Есть такое, что нам здесь воду раздавали? Нету, нету. Не было никогда. Здесь ежедневно 120 детей, младших классов, с первой по четвертой, питаются, руки, где моют. Трубу прорывает с завидным постоянством. Местные депутаты обращались с проблемой не только в администрацию района, но и в различные инстанции. Я как председатель сельского собрания был лично в Роспотребнадзорах Агронагентского района, написал личное заявление, оставил там собственноручно. Никакой реакции не последовало. Мы были в прокуратуре. Принял наш помощник прокурора. Это все какая-то рутинная работа, понимаете. Одновременно народ без воды. Этот вопрос не решается. Там вопросы можно бюрократически решить долго, а народу надо дать воду. Этот вопрос самый главный. Поэтому мы вынуждены были сегодня собраться и высказать свое мнение вот таким публичным образом. Замены многострадальной трубы здесь ждали давно. Обращения по этому поводу в администрацию района официально направлялись с апреля 2021 года, но к работам приступили почему-то только в декабре. Приехали министры, приехал глава района и решили посреди зимы морозов заменить эту трубу. Это неправильный был подход и нельзя было в 10 градусов мороза начинать такие работы. И народ оставили без воды. И вот в том, что мы видели, в этой грязи. Основная проблема, казалось бы, небольшой участок 300 метров трубы. Да. Ее нормально сделать не получается сейчас? Не получается, потому что эта труба, все 300 метров, ни один день даже не выдерживает того давления, которое создаётся в этой трубе. Хотели как лучше, но получилось хуже некуда. Долгожданный ремонт водовода, проложенного еще в 60-х годах прошлого века, принес местным жителям кучу проблем вместо облегчения быта. Люди говорят, что всё дело в тонкостенной трубе, которая непригодна для большого давления воды. В администрации Магарамкенского района ситуации тоже обеспокоены. Во всяком случае, в телефонном разговоре с нами замглавы не исключает, что трубы могли быть и бракованными. Новая труба не должна так пропускать воду. Уже связались с заводом изготовителей, вызвали их представителей позавчера. Сегодня вот с утра мне доложили, что представители завода, изготовителя труб уже на месте. Они посмотрят работу, если трубы некачественные, уже они обязуются поменять на новые трубы и ликвидировать всю вот данную проблему, которая получилась в связи с заменой труб на этом участке. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Ну а пока тысячи жителей пяти сел Магарамкенского района остаются без постоянного водоснабжения. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Магарамкенский район.